МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика в студии Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Мусорная реформа в действии. В муниципалитетах Чувашии продолжается установка контейнеров. Я уколов не боюсь. Упрощенная процедура медосмотра перед поступлением в детсад. Мы верим твердо в героев спорта. Новости чемпионата по легкой атлетике. Второе место среди районов Республики по собственным доходам и сбору налогов. Активное развитие агропромышленного комплекса. В Цивильском районе подвели итоги работы за первое полугодие этого года. Основная отрасль на развитие которой делают упор в районе – агропромышленное. В 2019 году здесь запланированы 4 инвестиционных проекта. Общество с ограниченной ответственностью «Вурнарец» получило от государства почти 2 миллиона рублей на приобретение сельхозоборудования. Общая площадь посевных в этом году составила более 28 тысяч гектаров. По результатам анализа биологической урожайности, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур по району ожидается на уровне 52 тысяч тонн 500 килограмм. Картофели – 5 тысяч тонн 100 килограмм. Овощей – 2 тысяч тонн. В отрасли животноводства произведено 5 915 тонн мяса, скота и птицы на убой. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило почти 7 723 тонны. На территории района в местах вывоза твердых коммунальных отходов установили 680 контейнеров. Осталось совсем немного. Активно строится жилье. В сравнении с прошлым годом показатель выше на 42%. Постепенно снижается задолженность за газ в районном центре. В этом году реализуются 20 проектов инициативного бюджетирования на сумму более 30 миллионов рублей. Одна из основных проблем, которую необходимо решать в районе – некачественные дороги. Основной вопрос по району – это дороги районного значения в границах населенных пунктов. В этом году в рамках Дорожного фонда предусмотрено порядка 50 миллионов на содержание и ремонт районных дорог. В границах населенных пунктов предусмотрено 24 миллиона. Сейчас мы активно работаем. Две дороги районного уровня ремонтируем. В границах населенных пунктов 25 дорог. Также благоустраиваем 8 дворовых территорий. На совещании были обозначены и другие вопросы. Многофункциональному центру нужны дополнительные площади для размещения сотрудников и приема граждан. Цивильский историко-краеведческий музей ждет дополнительного финансирования. Выделено 9 миллионов на реконструкцию этого исторического здания, в котором находится Цивильский историко-краеведческий музей. Но составлена сметная документация, которая стоит 26 миллионов рублей. И у нас такая просьба, имеется ли возможность провести реконструкцию вторым этапом, чтобы продолжить, завершить все работы. Вопрос понятен. Есть у нас Министерство культуры. Я прошу с ним отработать этот вопрос. В целом, конечно, можно вернуться к финансированию. Такая проблема практически по всем объектам, включенным в план мероприятий. Все вопросы и предложения, прозвучавшие на совещании, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Хорошая новость для жителей старого жилфонда. Внесены дополнения в программу переселения из аварийного жилья. Кабинет министров на очередном заседании распределил объемы финансирования в рамках переселения граждан из жилья, признанного аварийным, до 1 января 2017 года. Средства фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета, а это почти 100 миллионов рублей, уйдут в 5 муниципальных образований. Таким образом, новое жилье взамен аварийного получат жители Аликовского, Порецкого, Урмарского районов, городов Аллаты, Решумерля. Задача по сокращению аварийного жилищного фонда обозначена в национальном проекте «Жилье и городская среда». Укротили мусорную реформу, осознанный подход жителей, плюс ответственная администрация района и тщательный подрядчик. Как итог, чистые улицы во всех деревнях и селах Яншихова-Нарважского поселения Янтиковского района. От привычки выбрасывать мусор в овраги жители там и вовсе избавились. Я проживаю в районе оврагов. Часто были случаи, что привозили и туда складывали мусор. Сколько не ругались, конечно, были случаи. Но сейчас, ввиду того, что установили мусорные контейнеры, такие случаи прекратились. Можно сказать, и нет даже единичных случаев. Стабильно три раза в неделю в село приезжает этот мусоровоз. На 30 населенных пунктов Янтиковского района три машины. За каждый закреплен свой участок. Объем мусора довольно-таки большой. Если сравнить с 2018 годом, за первые полугодия 2018 года мы вывезли 3000 кубометров мусора. То за первые полугодия 2019 года мы вывезли около 14 тысяч тонн. Если в переводе на мусоровозы, на наши машины, это получается порядка 1700 машин. Вывезли больше, чем в прошлом году. Контейнеры есть в каждом селе и деревне. Однако еще не все площадки оборудованы по правилам. Вместо площадок есть определенные критерии, которые мы должны обязательно соблюдать. Будем устанавливать возле дорог. Проводили общественные слушания. С народом согласовывали, где будут устанавливаться, где нельзя, где не надо. Компромиссу приходим, решаем. В ближайших планах администрации заасфальтировать 20 специальных площадок. Старые баки заменить на евроконтейнеры. В связи с этим парк мусоровозов планирует дополнить автомобилями нового образца. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Отменили медкомиссию, сэкономили время. Закон, благодаря которому поступать в детский сад стало проще, показал свою эффективность. Подробности в сюжете. Вставай. Аккуратненько. Вот. Даша у нас даже знает, как уже нужно вставать. Девочке Даши почти два года. Она готовится пойти в детский сад. К врачу пришла вместе с мамой, чтобы оформить медицинскую карту. Закон, который в 2018 году отменил медкомиссию, сократил список специалистов, обязательный к прохождению перед поступлением в сад. Один день выделили на специалистов. Но это было буквально, не знаю, за 30 минут мы прошли всех. Затем сдали все анализы. Прививки у нас шли по плану. То есть планово мы все вовремя делали. Вот. Сегодня мы доделываем крайнюю такую прививку еще. И готова пойти в сад. Теперь желающим пойти в детский сад, участковый педиатр оформляет медицинскую карту и выдает заключение на основании профилактических осмотров, которые ребенок проходил по возрасту, без повторного посещения этих же специалистов. Удобнее родителям, которые уже планируют свою трудовую деятельность. Мама выходит на работу. Им не нужно дополнительно отпрашиваться с работы. Или брать административные. Нет очередей в поликлиниках. Нет очередей при заборе крови. То есть плановый профилактический осмотр, конечно, разгружает посещение в поликлинике для больных детей. Ольга Николаева, мама Тимура, которому почти три года, рассказывает, что раньше приходилось стоять в очереди к узким специалистам и занимать ее заранее. На обход врачей уходил не один день. Сейчас мы прошли всех врачей, прошли медосмотр, специалистов. Там на самом деле не очень много. Нам вот три года будет скоро. И там где-то, наверное, семь специалистов. Хирурги, невролог. И мы прошли за один день буквально. То есть там пришли в 8 утра, ушли в 10. Начав ходить в детский сад, ребенок уже постоянно находится под присмотром медсестры и врача. Именно они назначают необходимые анализы и проводят осмотр. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. В китайской провинции Хунань продолжается молодежный форум. Делегация Приволжского федерального округа насчитывает более 130 человек. В ее составе студенты трех чувашских вузов. У ребят очень насыщенная программа. Они уже побывали в музеях, учебных заведениях, на многих предприятиях. Среди них две компании в городе Чиньша, куда попала на экскурсию и наша съемочная группа. Это не парад коммунальной техники, а витрина китайской компании «Зом Леон». Далеко не полная. Предприятие занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для строительства, коммунального и сельского хозяйства, энергетики и других отраслей. Причем в двух сегментах китайские машиностроители в числе мировых лидеров, благодаря смелому полету инженерной мысли и инвестиционной активности. К примеру, этот бетонный насос может подавать раствор на высоту до 100 метров. У компании несколько дочерних предприятий за рубежом и в общей сложности 30 тысяч сотрудников. Всех, кто попадает на предприятие в Чиньше, первым делом ведут в музей. Корпоративную историю здесь знают и чтут. На почетном месте техническая документация на русском языке. В середине прошлого века специалисты из Советского Союза приезжали в Чиньшу, чтобы помочь братскому китайскому народу наладить производство дорожной техники. Кстати, не только в Чиньшу, и не только дорожной. В российско-китайским отношениям 70 лет и на определенном этапе обмен опытом в области производства технологий был очень активным. Сегодня китайцы всему могут научить сами. Трудно поверить, но придется. 57-этажное офисное здание компания БРОД построила за 19 дней. Ролик, подтверждающий это, весьма популярен в сети. Не просто построила, но и буквально нашпиговала системами энергосбережения и воздухоочищения, начиная от термоизоляции стены кровли и заканчивая необычными лифтами, которые позволяют вырабатывать энергию при спуске кабины. Кроме того, предусмотрены специальные системы очистки воды и ее повторного использования, теплообмен между внешней и внутренней средой и очистка внутреннего воздуха, направление, на котором давно специализируется компания. Такие деликатные по отношению к экологии системы используются и в России. Среди партнеров БРОД Газпром, Яндекс и другие крупные корпорации. Конечно, большинство их сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге на юге страны. Но потенциал есть. Обычно срок окупаемости зависит не только от стоимости оборудования, но и от тарифных условий в конкретной стране. У вас в России цена на топливо стоит очень дешево. И хотя сейчас наблюдается тенденция повышения, но все еще очень дешево. И обычно такой проект утилизации тепла для повышения эффективного теплооснабжения срока окупаемости от 3-5 лет. Будущим инженерам, электронщикам и просто интересующимся младым людям показали центр управления, где ведется постоянный мониторинг работы систем БРОД, установленных по всему миру. Ну и мало кто отказался от удовольствия полюбоваться на Чиншо с высоты 57-го этажа. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика, из Китая. Сегодня слушатели Детской полицейской академии издавали нормативы на право ношения жетона «Юный спецназовец». Так каждый год заканчиваются военно-полевые сборы. Пробежали марш-бросок вместе с участниками Юлия Важенина и Андрей Шоклев. Остаются лучшие. Поэтому готовитесь на кетку. Правильно? Так точно. Все, давайте, удачи. Последнее наставление и все на построение. У слушателей Детской полицейской академии наступает самый важный момент окончания военно-полевых сборов. Каждый показывает, чему научился за это время. Начинается экзаменовка со строевой подготовки. Мы пришли сюда с тобой заняться спортом, не войной. Будем бегать мы быстрее, обойдемте всех скорее. Показательные выступления обязательная часть программы. Наша главная задача это воспитание в наших детях чувства патриотизма, чтобы они вели здоровый образ жизни, показывали пример для остальных детей, как нужно красиво, правильно жить. Наступает, пожалуй, самое сложное для юных полицейских марш-бросок. Как правило, из 40 участников до финиша добегают лишь 5-6 человек. Ничего удивительного, это настоящая полоса препятствий. Готовится к ней воспитание академии по несколько лет. Цель – подготовка к будущей взрослой жизни, потому что многие ребята здесь связывают свою жизнь, хотят связать с военной направленностью, и для них это испытание будет такой подготовкой особой, чтобы в будущем им было легче. Я тоже планирую связать, посмотрим, как впереди получится. В течение 10 дней юноши и девушки усиленно занимались военной подготовкой, для того, чтобы преодолеть полосу препятствия протяженностью 8 километров. На каждом жагу участников поджидает опасность. Сотрудники отряда специального назначения «Гром» создают будущим полицейским боевые условия. До финиша добегут не все. Участники выбывают на протяжении испытаний. Вначале было легко бежать, но после воды было сложновато. Бежать в воде, идти гуськом, ползти, вот это самое сложное. Ты выбыл, да? Да, выбыл. Когда бежали, надо было поднять, типа спасать. Я не выдержал, в итоге упал на колени, из-за этого меня сняли. Для девочек дистанция короче на 3 километра, поэтому именно они первыми приходят на конечную точку. Но пробежать заданное расстояние это полдела. Нужно еще собрать автомат Калашникова, продемонстрировать свою меткость и выполнить комплекс упражнений. Делай! Девять! Девять! Я сама тоже здесь! Все, обнимай ее! Молодец! 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 Подам, отам, уйди! На кого ты льешь? Дай я на льешь. Все. Из 16 мальчиков смогли преодолеть марш-бросок только трое, так что в финальном соревновании участвуют лишь они. Девочки, По итогам долгожданные жетоны юных спецназовцев получили Максим Семенов, Игорь Андреев, Данил Вечеркин и единственная девочка Катя Светлова. Кстати, Катя и Максим в этом году стали обладателями еще и черных беретов. Испытания на правоношение они прошли накануне. Каждый год приезжала, но как-то не осознавала, что смогу сдать и даже не пробовала. Многие с 10-го раз сдаются, с 5-го. А я впервые отрешилась и сразу взяла эту другую. Когда обратно бежишь уже, у тебя нет выносов, если уже все сдулось, руки не работают, ноги заводятся потихонечку после всяких приседаний, отжиманий. И ты бежишь. А, прекрасную нашу половину до конца весь выпустил. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Мария Лосицкеня стала чемпионкой России в прыжках в высоту. Победа в Чебоксарах позволила ей стать первой россиянкой, которая возглавила мировой рейтинг Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. О других итогах первого соревновательного дня далее. Финалы прошли в шести дисциплинах. Метание молота, диско, бег с препятствиями на 100 метров, бег на 100 и 5000 метров, прыжки в высоту. Главная дуэль чемпионата в женской высоте не состоялась. Олимпийская чемпионка Анна Чичерова не смогла преодолеть рубеж в 1 метр 94 сантиметра и с результатом 1.91 завоевала серебро чемпионата. Золото досталось действующей чемпионке мира и Европы Марии Лосицкены. Она единственная взяла планку в 1 метр 94 сантиметра. Представительница Чувашии Мария Максимова вошла в шестерку лучших в беге на 100 метров. Больше шансов проявить себя было у Екатерины Ишовой. Чемпионка России в беге на 5000 метров 2017 в этом году остановилась в шаге от пьедестала. Золото досталось Светлане Оплачкиной. Серебро Елене Коробкиной. Бронза Елене Седовой. А теперь расскажем об итогах сегодняшнего дня. В женском финальном забеге на 800 метров выступала чувашская спортсменка Вера Васильева. На первом круге она шла четвертой. На следующем сумела обойти двух соперниц. Бегунья финишировала второй с результатом 2 минуты 2,45 секунды. Золото досталось Александре Гуляевой. И чувашия Серебро Вера Васильева. Сегодня же решится судьба наград в прыжках с шестом. У нашей землячки Анжелики Сидоровой есть все шансы стать первой. В завтрашней программе соревнования мужчин в метании диска и молота в прыжках с шестом и в высоту. Также станут известны имена победителей в беге на 200 метров. Также сегодня в рамках чемпионата России в Чебоксарх состоялся круглый стол по антидопинговой культуре. В нем приняли участие тренеры, представители региональных организаций. Вот как прокомментировали нынешнюю ситуацию в этой области президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин и олимпийский чемпион, главный тренер сборной России Юрий Борозаковский. Уникальная возможность увидеть всех раз в году на таком крупном мероприятии. Более того, это юбилейный 100-й чемпионат. Поэтому основная задача и цель этого совещания было все-таки услышать из зала те проблемные вопросы, которые у нас на сегодняшний день остались. Это антидопинговая культура. Мы, наверное, провели неплохой круглый стол, который даст определенный эффект и который все-таки поможет нам закончить ту работу, которая, в общем-то, имеет место в нашей дорожной карте в отработке последнего критерия изменения культуры. Мы же единая легкоатлетическая семья. Мы все боремся за восстановление Федерации в правах. И пока мы все не будем едины, это будет откатываться назад. Мы стараемся со стороны сборной. В сборной культура абсолютно поменялась. Все тренеры перестроились на правильную методическую подготовку. Здесь никаких вопросов быть не может. И они сейчас в самых... Дмитрий Анатольевич говорил о том, что очень много допинг-случаях в этом году. Но эти допинг-случаи, как правило, происходят в регионах. А приписывается это все Федерации к сбору. Понимаете, пока это будет происходить, в любом случае на нас будет пятно. И мы, как два руководителя, будем за это отвечать. Поэтому мы провели этот круглый стол для того, чтобы донести это до тренеров и представителей регионов. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. О самых громких делах расследованиях этого года в программе по существу. Гость студии старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии Олег Дмитриев. Интервью с ним после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин